В прямой эфир на высокой скорости этот чёрный «Мерседес» в одном из торговых центров Иркутска узнают, кажется, все – радиослушатели и не только. Машину не разыгрывают. Прямо в ней находится эфирная студия нашего радио. Новости программы здесь считают то, что всегда на слуху. В прямом смысле слова. Радиоведущий Стас Новиков говорит, тот, кто когда-то словил наркоз прямого эфира, потом не в силах от этого отказаться. Это драйв, адреналин и, конечно, большая ответственность. Когда между тобой и слушателем только один инструмент – голос. И многое зависит не только от текста, но и от темпа ритма речи, интонации, эмоционального настроя. Кстати, ведущие нашего радио эфир ведут стоя. Говорят, так появляется совсем другой настрой. Во-первых, это другой темп. Это сразу другой темп. У нас шоу называется «Вечерний наш отель». И по концепции мы должны быть очень темпоритмичными, динамичными. И когда ты работаешь стоя, мы действительно как у станка стоим, ты совсем другая подача. Ты рассказываешь как другу, да, и темпоритм совсем другой. Во-вторых, уважение к музыкальному материалу. Посмотрите, кто у нас на сцене. Виктор Робертович Цой, да. Такую музыку, когда ты ставишь руками звукоператора в эфир, ты не можешь сидеть просто. И всем большой привет. Это радио МСМ. Ксюша Соловьёва, Артём Бутаков. А это уже эфир радио МСМ. Голоса ведущих узнаются буквально с первых секунд. Сегодня в эфире Артём Бутаков и Ксюша Соловьёва. Рассказывают последние новости, шутят и дарят положительные эмоции зрителям. По словам Артёма, настроение – это то, что в первую очередь формирует у слушателя ведущий. И каким бы оно ни было у человека с микрофоном, у тех, кто включает динамик погромче, настроение должно быть на все сто. У нас с Ксюшей вечерний эфир, соответственно, мы людей с работы провожаем домой. И в течение дня они испытывали разные эмоции. Кто-то устал, кому-то чего-то не хватает. И наша задача – сделать так, чтобы им было комфортно. Вот они стоят восьмибальной пробке на Сурнова, и им нужно отдать то, от чего в данный момент они перестали грустить, и у них всё будет окей. Ксюша Соловьёва отмечает, сам эфир магическим образом влияет на состояние души. Это определённый обмен энергией со слушателями, который заряжает, в том числе и ведущих. Это тот кайф, то есть если ты правильно отдаёшь свою энергию, то она возвращается тебе в два, а то и в три раза больше. То есть после эфира обычно я выхожу уставший, но так приятно уставший и заряженный одновременно. День радио отмечают уже практически сто лет. За это время эфир и его слушатели, безусловно, изменились. Но до сих пор радио остаётся одним из самых востребованных СМИ. И, как считают люди, работающие у микрофона, на самом деле это только начало. Виктория Мала, Александр Барановский. Новости сейчас. Новости сейчас.